Девушки отдыхают Этот выпуск «Встреча с песней» Сегодня он у нас с вами 113-й Начну с письма Елизаветы Васильевны Трофимовой из Москвы На мотив одинокой гармонии Собираемся мы в тишине И сплетаются дружбы ладони На незримой эфир волне Вот гармония одинокая бродит И тоскует, и ищет любовь Вот ямщик свою песню заводит Сердце грустью сжимается вновь Льются песни, маня и лаская Словно волны морские бегут В них печаль и тревога людская В них веселье и радостный труд Сколько их, нам никто не ответит Очень много на нашем пути Песня звонкая греет и светит Помогает по жизни идти Из писем наших маленьких слушателей Письмо от одного очень нетерпеливого И обидчивого мальчика Из Москвы письмо на конверте Подробный обратный адрес, но подписано письмо Чрезвычайно загадочно С.С.М Вот что здесь написано Пишет вам С.С.М Пишу я вам в 22 часа по московскому времени Я пишу с ошибками Но это ничего, очень спать хочется Я на вас очень обижен Сегодня вы передавали песню про Чапая Какому-то восьмилетнему первоклашке А для четвероклассника не смогли передать Значит, я зря до 9 часов дожидаюсь Тогда передайте песню про моряков Потому что я хочу стать моряком С уважением к вам С.С.М Наш уважаемый корреспондент А вы разве сами не были первоклассником? Неужели вы сразу с четвертого начали? Почему такое пренебрежение к вашим младшим товарищам? Нехорошо И не надо на нас обижаться Надо просто спокойно подождать Пока дойдет очередь до вашего письма Дошло же сегодня? И, наконец, если вам в это время хочется спать И это вполне понятно Время позднее То лучше вам слушать повтор передачи В субботу В 2 часа 15 минут дня По третьей программе Хорошо? Вот письмо в связи с давней песней о Красном флоте Сегодня, слушая вашу передачу Мне захотелось встретиться с песней Комсофлотская В 1922-23 годах Комсомольская молодежь Центрального телефонного узла Москвы Много пела советских песен Особенно любили эту Комсофлотскую В передачах по радио она звучит Не часто Прошу вас Исполнить ее для тех Кто сейчас жив Из тех бывших комсомольцев Павла Хрупова Клавдии Юлиной Соловьевой Ивана Этого Пусть они вспомнят свою комсомольскую юность С уважением Зимина Москва Извергнута ночь Поднимается солнце На гребнях Рабочих голов Вперед Краснофлотцы Вперед Комсомольцы На пахту Встающих Веков Вперед По солнечным рельям На фабрике Шахты Судар По всем океанам И странам Развеем Металое Знамя Труда Мы Молот И сердце Жигаем Связною На небе В танели Выхлуз Наукный Матрос Самолец Бойбою Стреляет Свой Красный Союз И рот По солнечным Реям На фабрике Шахты Судар По всем Океанам И странам Развеем Мы Аллое Знамя Труда Мы Дети Заводов И моря Упорных Мы Болею Нашей Гребник Бесстрашный Нам Юным Ни Бурин Ни Шторм Ни Серые Странные Гребник Бережем По солнечным Реям На фабрике Шахты Судар По всем Океанам И странам Развеем Мы Молот Знамя Труда Спустились На западе Гнёта Потёмки Рабочих Ставили Кольцом Но Грянет И там Роненосец Потёмки Но Только С победным Концом Бережем По солнечным Реям На фабрике Шахты Судар По всем Океанам Мы странам Развеем Мы Молое Знамя Труда Смелее Подреем Под Огненным Стягом С наукой Борьбой И Трудом Пока Не Утарит Последний Штормяков Последняя Сватка С врагом Бережем По солнечным Реям На фабрике Шахты Судар По всем Океанам Мы странам Развеем Металые Знамя Труда Пусть Сердится Буря Пусть Ветер Неистов Разднёт Наш Рабочий Прибой Вперёд Концом Берёд От Лунис Берёд Красноплодзий На бой Вперёд По солнечным Реям На фабрике Шахты Судар По всем Океанам Мы странам Развеем Мы Малое Знамя Труда Вперёд Вперёд Это первая Песня Комсомольцев Советского Флота Написана Она В 1922 Году Письмо Из Липецка Мы Ученики Шестого Б-класса 28-й школы Липецка Ведём Поиск Пионеров Первого Пионерского Отряда Который Был Организован В 1923 Году При заводе Свободный Сокол Уже Нашли Семнадцать Человек Вашу передачу Слушает Очень много Людей И поэтому Мы просим Вас Объявить Об этом Во встрече И попросить Чтобы пионеры Этого отряда Откликнулись И написали Нам по адресу Липецк 7 Липецк 7 Площадь Константиновой Дом 2 Площадь Константиновой Дом 2 Школа Номер 28 Ученикам Шестого Класса Б Командир Отряда Маша Титова И если Можно Передайте Песню Из кинофильма Золотой Ключик Письмо Из города Медногорска Оренбургской Области От Станислава Попова Я хочу Обязательно Написать Вам Чтобы все Было ясно Я лежал Тогда в больнице Огромного Прифронтового Города Над моей Кроватью Висела чудесная Картина На которой Были Нарисованы Маленький Домик И куры Клюющие Зерно Под этой Картины Была выведена Огромная Пятерка Часами Разглядывал Эту картину В палате Нас детей Было много И всех Навещали Родные Которые Приносили Им гостинцы И только Ко мне Не приходил Никто Однажды Ко мне Подошла Женщина Мальчик Позови Петю Я Вот ему Принесла Передачу Я Кликнул Товарища Лежавшего Рядом Со мной И пока Тот Одевался Я Сбивчиво Рассказал Этой Незнакомой Женщине О горькой Своей Жизни И попросил Я в следующий Раз И мне Принести Гостиниц Да Мам Сказал Петя У него Никого Нет Помню В тот День Я Долго Лежал На постели Укутавшись Головой Одеялом И все Думал Придет Ли Она И принесет Ли Гостиниц Но Случилось Несчастье Однажды Одному Из ребят Родители Принесли Много Конфет Почему Да Они Соблазнили Меня Среди Ночи Я Неожиданно Проснулся Мне Так Захотелось Я действовал Механически Совсем Не думая О последствиях Прижав Как драгоценность Кулек Груди Я лег Спать И заснул Проснулся От того Что с меня Сорвали Одеяло Кто-то Крикнул Вот они И дорогой Подарок Был Отнят У меня Я Сжавшись Комок Беззвучно Плакал Боясь Глядеть В лица Друзей Вдруг Под окном Услышал Знакомый Голос Который Я ждал Вот уже Несколько Дней Вот сыночек А это Передай ему Тому мальчику Никогда С тех пор Я даже Не помыслил О чужом И никогда Не забуду Добра Которое Сделала Для меня Тогда Эта женщина Мне бы хотелось Чтобы вы Передали Это Может быть Она отзовется Или сын ее А может Найдутся И родные И хотя Это было Давным-давно Мне хочется Найти кого-нибудь С уважением Станислав Попов Город Медногорск Оренбургская Область Медногорск Оренбургской Штольная Улица Штольная Улица Дом 40 40 Квартира 49 Так Еще одно Письмо Оно из Кабардино-Балкарии Обращаемся К вам С просьбой Я Минкин Михаил Дмитриевич И моя жена Юлия Леонардовна С 45 Года Живем в Кабардино-Балкарии В станице Солдатской Прохладненского Района После фронта Я определился Здесь на работу Разыскал Семью Которая была Эвакуирована Из Белоруссии В Ульяновскую Область И вот По пути Из Ульяновской Области Дочери Малышки Напевали нам В купе Песни Одну из которых Мы Запомнили На всю жизнь Эта песня Кажется из кинофильма Золотой ключик Далеко-далеко За морем Все наши четверо Дочерей Получили Среднее и высшее Образование И работают В разных городах Советского Союза Перечисляю По старшинству Маша В Майкопе Люда В Сарапуле Лариса В Феодосии И Светлана В Москве И пусть Споют Указанную нами Песню Далеко-далеко За морем Сейчас у нас уже есть Внуки и внучки Пусть они тоже Услышат песню Какую пели В детстве Их мамы Далеко-далеко За морем Стоит Золотая Стена В стене Той Заветная Дверца За дверцей Большая Страна Ключом Золотым Отпирают Заветную Заветную Дверцу В стене Но где Отискать Этот Ключик Никто Не Рассказывал Мне В стране Пойдет Пойдет Ли На север На запад Восток Ильек Везде Человек Человек Человеку Надежный И Товарищ И Друг Прекрасны Там Горы И Голы И Реки Как Степ Широки Все Дети Там Учат Как Школа И Славно Живут Старики Золотой ключик Письмо из Ленинграда от Камиля Ракова Рома Гляудете Живая в одном маленьком городке в Литве Здесь я выросла, здесь я работаю Работаю в школе, преподаю немецкий язык Я давно собиралась вам написать, но все не решалась А дело в том, что у меня есть старая пластинка Которую я нашла среди других Еще с того времени сохранившихся Когда у моих родителей был граммофон На ней записана песня о Куленко На стихе Квитко в переводе Маршака Письмо Ворошилову Песню эту исполняет Коля Кутузов А теперь я часто слышу имя Николая Кутузова Заслуженного артиста республики Я не сомневаюсь, что это тот самый Коля Пластинка очень уж старая, так что передайте эту песню Вот и все, простите за ошибки И нескладное письмо Все-таки немножко трудно писать на другом языке С уважением Рома Гляудете Титу Венай, Литва Еще письмо К вам обращается жительница города Уфы Ирина Семеновна Лесдорф Давно, примерно в 38-39 годах Часто можно было слышать по радио песни Которую исполнял Коля Кутузов Нашей детворе нравились песни в исполнении Коли В то время он, очевидно, был немного постарше наших школьников Теперь давно уже не слышно его голоса Хотелось бы узнать о судьбе Коли Кутузова Кем он стал С уважением к вам, Лесдорф Уфа Ирина Семеновна Известный вам по предвоенным годам Коли Кутузов Теперь и уже давно художественный руководитель хора русской песни Радио и телевидения Заслуженный артист республики Николай Васильевич Кутузов Сейчас мы можем послушать песню, о которой пишет Рома Гляудете На этикетке этой предвоенной пластинки написано Павел Акуленко, слова Квитко в переводе Маршака Письмо Ворошилову Диму Ворошилову письмо я написал Товарищ Ворошилов Народный комиссар В Красную армию нынешний кот В Красную армию брат мой идет Товарищ Ворошилов Ты верно будешь рад Когда к тебе на службу придет мой старший брат Нарком Ворошилов Нему ты доверяй Умрет она не пустит врага в советский край Умрет она не пустит врага в советский край Слышал я фашисты Задумали войну Хотят они разграбить советскую страну Товарищ Ворошилов Когда начал с тобой Пускай назначит брата в отряд передовой Товарищ Ворошилов Товарищ Ворошилов В поездке на войне Погибли брат мой милый Пиши скорее мне Нарком Ворошилов Я быстро подрасту И стану вместо брата С винтовкой на посту И стану вместо брата С винтовкой на посту Мы станем вместо брата С винтовкой на посту Это была запись песни Письмо Ворошилову о Куленко На стихи Квитко В переводе Маршака Песню исполнял в 1938 году Коля Кутузов Теперь Николай Васильевич Кутузов Художественный руководитель Хора русской песни Радио и телевидение Из Москвы письмо Пишет вам артист Большого театра Виктор Васильевич Наумов Моим родителям Анастасии Васильевне Маме Исполнилось 75 лет А Василию Александровичу Отцу 70 В прошлом Василий Александрович Участник гражданской Отечественной войны Один из первых председателей Сельского совета Организатор колхоза И первый его председатель В Сибири На жизнь которого Не раз покушались Кулаки Недовольные советской властью Живут Анастасия Васильевна и Василий Александрович В городе Батайске Ростовской области Мы пятеро детей Которых они воспитали Убедительно просим Передать для них Народную лирическую песню С уважением к вам Виктор Наумов Артист Большого театра Москва Это письмо из Чехословакии Из Седлецкого района От Славомира Поповский Эпиграф к письму Я не знаю Какими словами Рассказать мне О чувстве своем Вот что пишет Славомир Здравствуйте Я не знаю Что вы думать будете Читая мое письмо А что же мы можем Думать Славомир Нам приятно Что у встречи Появился еще один слушатель Нам дорог ваш интерес К русским песням И еще мы отметили Что вы хорошо пишете по-русски Мне кажется Продолжает Славомир Что когда-то я уже Слушал вашу передачу Теперь мне известно Что каждую пятницу Происходит встреча с песней Нет Славомир Как правило Через пятницу Но иногда Правда редко Встречи бывают Две пятницы подряд Как сейчас Например 31 марта И 7 апреля Наверное В будущем Буду слушать вас регулярно Моя мечта поехать в Советский Союз Побывать в Ленинграде В Москве Одессе И в Крыму И расширить свою коллекцию Грампластинок По-моему Самыми необходимыми вещами Являются те Которых как раз У нас еще нет Передайте для меня Вашу народную песню Называют меня Некрасивую С уважением Чехословакия Седлецкий район Славомир Поповский Еще одно письмо В связи С этой песней Вчера При исполнении Песни Аленушка Мы узнали Что вы Исполняете Просьбы Не только Чем-нибудь Известных Людей А простых Рядовых Ну почему же так поздно Вы это поняли Наша семья Такая же Как много других И мы Так же Как многие Любим песни При встрече С будущей женой Я услышал Из ее уст Песню Которая Хотя и не Отвечала Действительности Но была Очень задушевной И мы ее Исполняли Не раз за праздничным Столом Много лет спустя Недавно Как мы не вспоминали Кроме первых Двух строк Больше ничего Не вспомнили Называют меня Некрасивую Так зачем же Он ходит За мной Так Если можно Исполнить ее По радио Для семьи Горшениных Из Волгограда С товарищеским Приветом Семья Горшениных Эту песню Мы посылаем Также Анастасии Александре Кашиной Из города Юрьевец Ивановской области Как привет От ее детей Внуков Правнуков В связи С 90-летием Анастасия Александровна Пусть она прозвучит Также Для трех Супружеских Пар Отмечающих Сейчас свой Золотой юбилей Для Анны Филимоновны И Федора Семеновича Стародумовых Деревня Сорби Налинского района Кировской области Для Елены Федоровны И Федора Иосифовича Смирновых Из Саратова И для Марии Ивановны И Василия Кирилловича Хапилиных Это деревня Станки Мало-Ярославецкого Района Калужской области Совет Да любовь Называют Меня Некрасивою Так Зачем Жен Ходит За мной И В осеннюю Хору дождливую Провожает С работы Домой И Куда Не пойду Обязательно Повстречаю Его На пути Он Глаза Мне Посмотрит Внимать Внимать Скажет Лучше Тебя Не найти А вчера Расставаясь Вечером Уходить Не хотел Ни за что Что Чтобы я Не отябла На плечи Мне Осторожно Накинул Пальто От Кого Я Какая Счастливая Узывая Узываясь Везде И Всему Если Скажут Что Я Некрасивая Не Поверю Теперь Никому Никому Если Скажут Что Я Некрасивая Не Поверю Теперь Никому Я Я Я Я Я Это была Русская Народная Песня Называют Меня Некрасивую Пела Тамара Стрелкова Следующее письмо Решила я написать вам Когда я был маленький Мы жили в Ленинграде Папа учился в военной академии Мы всей семьей часто ходили в Дом кино Там познакомились с народным артистом Борисом Черковым И вот на одном из вечеров Когда мы там были Борис Черков держал меня маленького на руках И угощал конфетами из корзинки Дело в том, что я тоже Борис и тоже Черков Мы очень полюбили этого артиста Просили бы исполнить во встрече песню в его исполнении С уважением, Борис Черков, город Мары, Туркменская ССР Вот письмо об одной из песен, которую пел в фильме В одном давнем фильме Борис Петрович Черков Николай Изменович Дерябин из Саратова пишет В годы Осечественной войны я был политработником в 350-й стрелковой дивизии В одном из полков служил рядовым бывший моряк В пехоту он попал после лечения в госпитале К сожалению, не сохранилось в памяти ни его имя, ни фамилия Уж как-то так привыкли все называть его просто моряк Сколько помню его, всегда под гимнастеркой На нем была тельняшка, святая память о морской службе Человек необычайной храбрости Не раз именно он первым поднимался в атаку Некоторые бойцы теряли или выбрасывали каски Ошибочно считая их излишней тяжестью А он каску берег и всегда надевая ее, идя в бой И говорил, мне жизнь очень нужна, потому что счет с фашистами у меня не закончен Отважной, горящей ненавистью к врагу Запомнился он мне еще и большой гуманностью Человечностью, свойственной нашим людям Был такой случай, мы шли уже по Германии, преследуя врага по пятам И вот в одной немецкой усадебке, брошенной жителями, наполовину сгоревшей Остались только одна престарелая женщина с внуком-мальчиком лет четырех Я с интересом наблюдал, как моряк, чтобы сделать что-то приятное испуганному мальчугану Перочинным ножиком выстругивал для него из куска фанеры лошадку Не знаю, как закончились фронтовые пути моряка, но забыть его не могу И в добрую память о нем, скажу даже больше в честь его, Прошу исполнить песню Захара из кинофильма «Иван Никулин, русский матрос» Помнится в ней слова «В эту ночь в кварталы раскаленные, рассекая грудью мрак ночной» и так далее Дерябин Николай Дмитриевич Саратов А кстати, если просьба моя будет уважена, то как узнать, когда можно услышать песню? Не хочется, ой как не хочется проследить, может быть, пошлете открыточку с предупреждением? Мы обязательно, товарищи, если ваше письмо включено в передачу или песня исполняется, о которой просите, Наш отдел письма обязательно предупреждает вас заранее по почте об этом Итак, песня из кинофильма «Иван Никулин, русский матрос» На ветвях из раненого тополя Теплое дыхание ветерка Над пустынным рейдом Севастополя Ни серпа луны, ни огонька В эту ночь кварталами спаленными Рассекая грудью мрак ночной Шел моряк, прощаясь с бастионами С мертвой корабельной стороной Шел моряк над бухтами унылыми Где душе все камешки мыли На кладбище старом над могилами Конвоиры вскинули стволы Он стоял, тельняшка полосатая Пятнами густыми запеклась Он сказал, повоевал богатая С черной вашей сворой бился в сласть На ветвях из раненого тополя Теплое дыхание ветерка Над пустынным рейдом Севастополя Ни серпа луны, ни огонька Борис Петрович Черков исполнял песню Захара Из фильма «Иван Никулин. Русский матрос» Авторы песни Сергей Потоцкий и Алексей Сурков Но называть автора этого письма не будем Скажу только, что письмо из Ашхабада В недавнем выпуске встречи Мне понравилось стихотворение Бабье лето, присланное Елизаветой Ивановной Чекунковой Суть этого стихотворения в том, что каждая женщина Даже если у нее и седина уже в волосах Должна оставаться молодой душою Верно? Или я не так поняла? Но в жизни получается иногда так Что в 25-30 лет чувствуешь себя дряхлой старухой Семейная жизнь сложилась у меня не так, как хотелось бы Недоверие, обвинение в том, чего не совершила И так в течение многих лет совместной жизни Как бы я хотела, чтобы у нас в доме А также в тех семьях, где царит несогласованность Вместо оскорбительных слов Женщина могла услышать от мужа Хорошие, ласковые слова И тогда не только в 34, но и в 50 и в 60 лет Женщина будет чувствовать себя молодой Потому что ее достоинство Не будет унижать самый близкий ей человек Муж Не судите меня Хотелось поделиться своими думами Прошу вас поискать одну старую лирическую песню Очень популярную когда-то Первая строчка ее «Листья падают с клёна» Благодарю вас Листья падают с клёна «Значит, кончила следа» И придет вместе снега Опять зима День балкона забита Поле снегом подрыто «Листья падают с клёна» И под сумрачным небом Строятся дома И в одноме светится окошко «Листья падают с клёна» «Значит, кончила следа» «Значит, кончила следа» «И придет вместе снега» Опять зима Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И придет вместе снега ДимаTorzok Это письмо так подписано Танечка Шандрина Деревня Левкино Павлово-Пасадский район Московская область Здравствуйте встреча Мне еще нет и 10 лет Зовут меня Таня Учусь в третьем классе Я вас очень прошу встреча Для моих бабушки, дедушки И тети Лиды Исполнить частушки в исполнении Руслановой Они будут очень довольны И я тоже У меня дедушка с бабушкой пенсионеры Им уже по 70 лет Они мне очень часто покупают гостинцы И дарят подарки Когда я пойду работать Я отплачу им за все А тетя Лида больна Лежит уже много лет в постели Но и она тоже с нами слушает встречу каждый раз Я учусь хорошо Обещаю учиться еще лучше Если вы нам исполните песню Ну что ж, Танечка, будем ждать Выполнения твоего обещания Особенно я буду очень довольна Вы, конечно, меня извините Я очень волнуюсь Пишу и делаю ошибки Исполните, пожалуйста Это будет большой от меня и от вас подарок Моим старичкам С уважением к вам Танечка Шандрина, Левкина, Павлопосадский район Московская область А вот стихи, которые посвятил Лидия Андреевна Николай Яковлев из Москвы Коле 18 лет Он учится в техникуме Льется, льется песня русская Над великою землей Спой нам, Лидия Андреевна Удалую песню спой Пусть немножечко состарилась И морщинки есть у глаз На весь мир она прославилась И опять поет для нас И звучит, не прерываясь А золотой могучий глаз Спой, Русланова, красавица Песню русскую для нас Песни радует напевностью Да волнует широтой И от песни веет древностью До российской стариной Пусть же песня не кончается Не уходит никогда Пой же, русская красавица Пой на долгие года Пирожская, вид привету Эх, у меня милого нету На дубу сидит ворона Кормит вороненочка У какой-нибудь Разинятца в юмиленочках Зачем было Увлекаться Ох, когда знал Что расставаться Как на улице мороз Подмораживает Парень делал Столу и Примораживает Помни, милой Как страдали Эх, а теперь Чужие стали О, зира, о, зира Нож приморозила Как корабят Подошли Нож в сальто Пасли Эх, и любовь Какая злая Ох, перстоно О, если я больная Пошли деть По грибы Доробя За усятами Деть Бросили Грибы Пошли За Робят Сами Соломон Ты Царь Гадатель Ох, подгадай Кто Мой Страдатель Не скажу Кого Люблю Не скажу Которого Угадай Здесь Там Десять И Пудового Лидия Андреевна Русланова Пела Чистушки Озеро К нашей рубрике Найдите Песню Елена Николаевна Лебедева Из Ленинграда Исполнительница О которой Я пишу Вам Когда-то Особенно В военные Годы Была Широко Известна Я помню С каким Удовольствием Слушали Солдаты На фронте Пластинки С записью Лирических И шуточных Песен Которые Она Исполняла Многие Песни Записаны Эдит Утесовой Вместе С ее Отцом Леонида Мосьпичем Но Наверное Сохранились Пластинки Где Она Поет Одна Если Вам Удастся Разыскать Давнее Танго Расстались Мы В исполнении Эдит Утесовой Я буду Вам Очень Признательно Елена Николаевна Лебедева Врач Ленинград КОНЕЦ 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 Прощались Мы Цветила Из-за Туч Луна Расстались Мы И снова Я Одна Да Я Одна Расстались Мы К Любви Возврата Больше Нет Но Чего Твой Злой Ответ Оставил Сердце Смех Не Слышал От Меня Ты Слов Упрека За Что Обидел Ты Меня Высоко Милей Расстались Мы Другой Любви Я Не Ищу Но Если Ты Вернешься Я Тебя Тогда Прощу Мы Слышали Лирическое танго Расстались Мы Авторы Майзель И Утесова Исполнители Государственной Эстрадной Оркестра РСФСР Под управлением Леонида Утесова Солистка Эдит Утесова А сейчас Мы предлагаем Вам послушать Песню Сравнительно Недавно Написанную Кинофильму Я его Невеста Авторы Этой Песни Василий Дегтярев И Михаил Матусовский Песня Называется Мне Говорят Поет Майя Кристалинская Мне говорят Забудь Забудь А я все Помню Помню И этот Долгый Разговор И этот Берег Темный Я помню Узкую Тропу Где Дву Не Разминутся И Дни Которым Никогда Обратно Не Верну Мне Говорят Не Смей Не Смей А я Все Смею Смею А я Все Пробую Взлететь Хоть Крыльев Не И И И А я Мечтаю Все Равно До Самых Звезд Подняться И Каждой Ночью Вижу Сны Какие Вам Не Снятся Подняться Смей Смей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Володя Смехов, Толя Александров, Маша Александрова, Жора Михайлов, Сергей Гуляев, Андрей Григорьев, Нина Оппель, Алеша Соколов, Павел Громов, Алеша Алексеев, Дима Сташкевич, Федор Федоровских, Владимир Антонов, Василий Пегаль, Николай Панчин, Толя Садовников, Виктор Жданов и я, писавший это письмо, Сергей Обухов. Свердловск. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Медицинский институт. Студенческую застольную Аркадия Островского и Ольги Фадеевой пела Клавдия Шульженко. Ну что ж, время прощаться. Встреча с песней заканчивает свой 113-й выпуск. Встречу с песней подготовили Тереза Ремшевич и Виктор Татарской. Всего вам хорошего. Благодарю вас. Продолжение следует...